Театр детской скорби, так полушутя полусерьезно, называет жанр, в котором ставит свой новый спектакль Алексей Смирнов. Столичный режиссер уверен, кукольный театр способен на гораздо большее, чем принято считать. Мне нравится, когда все-таки в зале у зрителей не грустно, а все-таки больно. Тогда какие-то вещи он понимает гораздо более, как сказать, осознанно. И, наверное, это оставит больше след, чем, ой, ну, было грустно, ой, было как-то весело. В основе спектакля одно из самых необычных произведений Марка Твена – рассказ собаки. Это пронзительная история собаки, всецело посвятившей себя служению людям. После того, как люди ее жестоко предают, животное задается вопросом, а стоило ли быть такой любящей? Ценят ли другие твою преданность? Сам спектакль будет теневым впервые в истории барнаульской сказки. Но то, что куклы будут плоскими, задачу не сильно упрощает, ведь героев десятки. Вот эта женщина и вот этот пастор – это как раз возносящиеся, которые оставляют собак здесь на земле. То есть они вот туда вознеслись наверх, а собаки не понимают, а что с этим делать, и смотрят туда. Такая маленькая картинка, но, к сожалению, для маленьких эпизодов нужно будет делать кукол. В зале актеры, чьи руки и голоса оживят в итоге героев этой собачьей истории. Директор театра говорит, хотя подготовка начинается здесь, в нынешнем здании сказки, сама премьера случится уже в новом здании. Напомним, туда театр планирует переехать уже в марте этого года. Весь май – это постановочный процесс, и где-то в конце мая мы планируем представить публике уже премьерную постановку этого спектакля. Если очередной виток пандемии не сдвинет в сроки, следом зрителю ждет настоящий букет премьер. В июне и в августе в сказке тоже будут работать приглашенные режиссеры. Среди постановок ставшие знаменитой современной пьесой для взрослых «Человек из Подольска». Киряг Четков, Дмитрий Денисов. День с толком.